В эфире праздничный выпуск программы «Город». Для вас работает Мария Селезнева. Здравствуйте! Минувший год подарил нам новые места для отдыха и развлечений. В Чигирях на месте пустыря вырос современный парк. В микрорайоне Благовещенска появился еще один водоем. Подробнее обо всем расскажет Кристина Коширина. Парк Дружбы, Сквер на Зеленой и Фонтан Бабочка. В марте из трех претендентов горожане выбирали одного. Победил микрорайон. В апреле власти всерьез занялись проектом. Его разделили на несколько этапов. Так как средства первого этапа не такие большие, всего 30 миллионов у нас предназначено для этого района, объем работ достаточно значимый и хотелось бы, чтобы это было качественно. Поэтому, конечно, мы должны планировать и видеть перспективу. Понятно, что сейчас каких-то площадок развлечений, площадок для отдыха отдельных, их не может быть на этом этапе, потому что здесь мы сейчас готовим просто базу. Работы стартовали в июне. Рабочие наполнили водой искусственное озеро, восстановили амфитеатр, открыли для прохода китайскую стену, пристроили к ней ступеньки. Бетонный. Будет бетонный все полностью. Сейчас хорошая ступенька, уже прямо сейчас видно. Продержится очень долго, а грузоподъемный, чтобы стоять на него, может, 500 килограмм. Вы замеряли прямо уже? Зачем замерять, я уверен уже. Я в своей работе уверен. В это же время строители в буквальном смысле потели во дворах. В список благоустройства на 65 миллионов рублей попали 24 территории. Проекты обустройства продумали жители. Они же вместе с властями стали контролерами работ. Мы практически здесь живем на объектах. Если не с одного дома выходит, то с другого. И мы ходим, контролируем и дома друг друга. Какой везется бетон? Соответствует ли бетон? Больший или крупный щебень в бетоне? Как бы где что-то нет, мы просим или убирать камни, или подрядчику несколько раз звонили, обращались, что везут некачественный бетон. То жидкий, то наоборот. Как бы да, все меняется, все убирается и сеется. Все делается качественно. В качестве работы во дворах и в парке можно было убедиться в сентябре. Подрядчики сдали все объекты программы «Городская среда». А месяцем позже в Чигирях открыли еще одно место отдыха. Пустырь превратился в парк. К финансированию подключились местные. Все это, если вот первоначально, как у нас был проект, это где-то на 25 миллионов. Но вот от самых таких дорогостоящих и трудоемких, и довольно опасных мы пока отказались. Поэтому мы вошли с тем, что мы решили, что мы сможем оселиться. В нынешнем году благоустройство продолжится. Каким оно будет, непременно расскажем в нашей программе. В планах властей следующим летом обустроит сквер на улице Зеленой. Он занял второе место в общенародном голосовании, что состоялось в феврале. И автоматически попал в программу на 2019 год. Жители 800-го квартала благоустройство очень ждут. А где отдыхают душой остальные благовещенцы, они рассказали нашему корреспонденту. Разве только Белогорье. Да, где-то там, когда за город выходишь, там этот заливчик и там можно это. У нас у сына дом за городом. Там отдыхаем, на природе. Мое любимое место в городе, это, наверное, все-таки набережная. Потому что там можно и отдохнуть, вот просто прогуляться, походить. Еще можно даже половить рыбу. Вот. И там интересные мероприятия летом проходят. Площадь там, ну там красиво, там фигуры всякие. Вот собираемся завтра идти смотреть все. У меня дома. Дома тепло. Замечательно. Вот если по аэропортовской дороге ехать, там панорама. Тоже там нравится очень. Смотреть на город красиво. Это, наверное, набережная наша. Самое хорошее, красивое место, которое сейчас постоянно. Дизайн новый, все новое. Часто боляю ребенок, потому что вдвоху самое время сопровождения. Дождаться его можно только там. Площадь Ленина. Сквер. Там, где высажены деревья редкие, красивые. Наверное, это место. Там очень красиво, особенно осенью. Там можно увидеть все цвета природы в это время. А мы продолжаем выпуск и приглашаем поближе к экрану родителей малышей и просто любителей вкусных и полезных завтраков. Героиня сегодняшней кулинарной рубрики расскажет, как в домашних условиях приготовить десерт киндер-пингви без консервантов, усилителей вкуса и прочих вредностей. Смотрим. Почему киндер-пингви? Потому что это, опять же, одна из вариаций вкусно приготовить дурак. Для приготовления коржей мы возьмем... Нам потребуется отруби, какао. Нужно будет молоко и два желтка. Белки мы взобьем их отдельно блендером, чтобы коржи наши получились более пушными. На завтрак это вкусное и полезное блюдо еще потому, что оно сочетает в себе и белки, и жиры, и углеводы. То есть три основных компонента, которые необходимы для полноценного правильного питания. Соответственно, такие вкусняшки на ночь желательно не употреблять, чтобы не оказались они на боках, на ногах или где-то еще. Все началось после рождения второго ребенка. В этом году, в феврале, буквально в начале года, стала мамой уже двоих детей. И чтобы не допустить ошибок после рождения первого ребенка, когда в основном говорили мне, что для того, чтобы молоко было вкусное, для того, чтобы было полезно, нужно очень много есть. То есть набрала лишних килограмм, от которых очень долго я не могла избавиться. А тут уже стала маленько полнее, познакомилась с правильным питанием. Даже участвовала в марафонах по правильному питанию. И результат себя не заставила долго ждать. То есть с момента рождения ребенка и вот на сегодняшний день уже минус 17 килограмм. Переливаем нашу основу для гража в форму для выпекания и отправляем выпекаться в духовку при температуре 180 градусов, ну, где-то примерно на 25 минут. Пока выпекается наш корж, мы сделаем творожную начинку. Для этого нам понадобится творог. Желатин уже разведенный, уже подготовила. Бывают такие, что, в принципе, разводить его не надо. Можно использовать сразу. Сначала муж меня не понимал. Не понимал, почему я стала покупать другие продукты. Стал говорить, что я перевожу деньги. Хотя, в принципе, то есть, стала больше покупать всего лишь овощей и всего лишь стала отказываться от печенья. После того, как посмотрела на результат, тоже хочет следовать моему примеру. То есть сейчас, наверное, уже после Нового года, мы уже будем заниматься уже этим вместе. То есть сейчас он уже полностью в этом заинтересован. Ну и будем всей семьей придерживаться правильного питания. Раньше думала, что правильное питание – это не столь вкусно. Думала, что это традиционно гречка с кусочком курицы, то есть без соли. Думала, что это на самом деле ужасно, как бы стоит потерпеть. Но на самом деле вариаций куча. Кушать можно очень вкусно. Рецептов и в интернете, и на страницах соцсетей очень много. Поэтому стоит только попробовать. Ну а дальше уже затягивает. При комнатной температуре наш корж опускается. То есть важно здесь не пугаться, что он у нас получится сильно худенький. То есть это нормальное явление. Пришлось отказаться от выпечки, от хлебобулочных изделий. Но сильно я от этого не страдаю, потому что на сегодняшнем примере вполне показательно, что можно от этого отказаться и делать такие же вкусные вещи, только собственными руками. И что будет, в принципе, не только полезно для организма, но и вкусно. Сноровка, стратегический подход, а еще руки без дрожи и фиксированный взгляд. Те, кто хотя бы раз играл в настольную игру с деревянными брусками, знают, насколько нелегко оказаться победителем. Герои нашего следующего сюжета поиграли в Дженгу и поделились секретами, как сделать так, чтобы башня не рухнула. На каникулах как раз есть время последовать их советам. 18 этажей из 54 блоков построить нетрудно. Сложнее сделать конструкцию еще выше. Эти приятели играют в Дженгу на протяжении нескольких лет, каждую пятницу после рабочего дня. И до сих пор волнуются, как в первый раз. Ух, руки, они мели. Они слишком слабенькие. Я лучше отсюда повытаскиваю. Нужно по очереди вытаскивать блок из любого уровня башни, кроме того, что под недостроенным верхним. После нужно его уложить на самый верх. На один ход не больше пяти минут. И только одна рука. От этого игра становится еще напряженнее. Очень нервная игра. Благовещенка Наталья Щурова уверена, несмотря на напряженность, игра избавляет от стресса. Каждый ход – это определенное волнение, чтобы эта фигура не упала, чтобы она простояла как можно дольше. Ну и как бы, чтобы ты все-таки не оказался тем, кто все-таки разрушит эту фигуру. Даже исходя из того, что эмоционально ты в некотором роде переживаешь, но переживание другого рода. И поэтому ничего, что может тебя еще больше удручить, не происходит. Получается отличная тренировка для нервов. А Анна Жукова заверяет, знает секрет, как сделать так, чтобы растущая конструкция как можно дольше стояла на поверхности. Ну, вообще, это командная работа, это везение, и это устойчивая поверхность, чтобы не подводил стол. Потому что, ну, конструкция шаткая, валкая. Координация движений, конечно, ну, это, в принципе, и направленная игра на то, чтобы улучшать координацию движений. Четкая координация помогает до поры до времени. В итоге проигравший все равно найдется, как только башня или любой из блоков упадут. Если упало лишь несколько блоков, то по желанию команды игру можно продолжить. В этот раз разрушилась вся конструкция. Трижды. Но настроение это никому не испортило. До конца выходных еще четыре дня. Так что потренировать свою координацию и расслабиться за Дженгой девушки еще соберутся. Советую сделать это и вам. Рубрика «Созвездие Пятачка» продолжит эфир. От экрана не стоит отходить тем, кто родился под знаками льва и девы. Поросенок Степа подготовил для них подробный астропрогноз, из которого можно узнать, осчастливят ли своим приходом в этом году «Достаток здоровья и любовь». Ну где же она? Ну где же, где же она ходит, а? Меня заждался Степа. Здравствуй. Ну где вы? Где вы ходите? Уже не терпится рассказать астропрогноз львам и девам. У львов, например, работы будет много. Звезды советуют бизнесом заняться, чтобы не было недостатка в пятачках, ну, то есть в денежках. Еще лучше положить хорошую сумму под проценты и накопить. Много у львов будет и любовных романов. Погрязнет в них, как чебурашка в апельсинах. Звезды советуют представителям этого знака обращать внимание не на темперамент и внешность, а на интеллект и надежность. Доверьтесь своему сердцу, оно не обманет. А здоровье львов не подведет в этом году? Если только они будут беречь горло и откажутся от мороженого и ледяных напитков. Иначе ангина и бронхит не отстанут. И придется вызывать врача. Прогнозы уже девы заждались, Степа. Девы будут успешны в работе. Деньги будут, работы моря, все задуманное реализуют. Но придется конца года дождаться. А с любовью как дела будут обстоять? Истинная любовь не пройдет мимо. Ее лишь нужно будет разглядеть в многоликой толпе. Так что продумайте свой образ до мелочей. Но не переборщите. Со здоровьем у дев тоже проблем не будет. Но укреплять иммунитет и поддерживать хорошую форму Звезды советуют регулярно. Веселее танцевать, чем лежать в кроватке. Все у нас в порядке, любимый зарядку. Все вместе с нами и тогда будешь синим всегда. Силы нам нужны будут Степа и завтра. Расскажешь нашим телезрителям, что ждет в наступившем году весов? Да, а пока желаю всем приятных снов. До свидания! Он стал известен благодаря Регине Дубовицкой. Его юмористические песни заставляют смеяться до упада всех. Геннадий Ветров, герой очередного выпуска рубрики «Лишний билетик», не только юморист, но и художник. Об этом и не только он расскажет через секунду. А я с вами прощаюсь. До новых встреч! Геннадий Ветров, российский артист эстрады, юморист. Родился 18 ноября 1958 года в городе Макеевка Донецкой области. Окончил Макеевский институт, получил специальность инженера-сантехника. А в 1983 году поступил в Российский государственный институт сценических искусств. Там учился вместе с Юрием Гальцевым и Сергеем Селиным. С 1999 года выступал в известной телепередаче «Аншлаг» «Женат, есть две дочки». Хорошо! Итак, полтора часа. О, yeah! Я семь лет, СССР, я сегодня сказал, это правда, семь лет я жил и работал за границей. И я уже понимал, что надо сделать выбор, либо оставаться там и добиваться там успехов, либо нужно в России начать все с нуля и пробовать состояться здесь. Мне все равно хотелось всегда дома, потому что там только заработки, впечатления, они такие, ну разовые все, знаете. А здесь все настоящее для меня, чувство родной страны, оно на первом месте. Есть люди разные, знаете, ну я вот, мне вот этот воздух, эти люди, эта земля, это вот все меня подпитывает. Грустный, я говорю, а что такое дядя Труфик? Он, ну понимаешь, говорит, жена с тещей просто измордовали, каждый день меня грызут, грызут, грызут. Я говорю, за что он? Да ни за что. Каждый день одно и то же. Иди устройся на работу, иди хоть где-нибудь поработай, иди работай. Я говорю, так мы с вами коллеги. Я говорю, так вы покажите, кто в доме хозяин. Вы дверью хлопнете, чтобы они чувствовали, что вы мужик и вы хозяин. Он говорит, я бы хлопнул, но мы три года в палатке живем. У меня был хороший здесь стартовый вариант. Мне предложили быть ведущим у радио Европа Плюс, знаете такое радио, да? У него был проект телевизионный. И меня пригласили лицом телевизионного проекта Европы Плюс. И мы сняли около ста программ, ну заранее, чтобы они потом шли часто. Тогда в моде были клипы, и была программа клиповая, и через каждый клип я делал миниатюры актерские, скетчи. Делал, что хотел, мне давали карт-бланш. И мы выпустили около ста программ, но, к сожалению, этот проект так и не пошел, потому что тогда была такая женщина в политике, не буду называть имя, она знаковая. И она написала президенту Ельцину это письмо. Но сейчас у нас худсоветов нет, и молодые ребята, непонятно, что они там без худсовета сделают. Они там сделали очень большой контент, очень много про... И нас временно закрыли. А как же иначе? Ведь она мать моей жены, бабушка моих детей. К тому же прокурор нашего города. Еще мужик призывал, говорит, вот вы писали, что в городе Жирженополь, Жиржженопольского района, живет мужик, который потеет спиртом. Если это правда, напишите, что его ищет друг. Мой друг Юра Гальцев, он на тот момент был в лицедеях. А он говорит, Ген, меня там спротежировали к Регине на новогоднюю съемку. Хочешь, я за тебя замолвлю? А я говорю, нет, я либо сам... Да я знаю, как замолвить. Он еще сам там никто, как он замолвит? А у меня был ее телефон, потому что мне один раз предлагали тоже ваншлаг. Я позвонил ей по-домашнему, она не взяла трубку. Я звонил целый день. Потом думаю, наверное, не работает телефон, позвоню ночью. Я позвонил ее ночью, в 2 часа ночи. Она взяла трубку. Я говорю, извините, я думал, у вас не работает телефон. Она говорит, а кто это? Я говорю, вы знаете, в Питере есть очень талантливый артист, яркий, самобытный, который может украсить вашу программу. А кто это? Я. И она потом мне говорит, я не положила трубку, думаю, или больной какой, или это жест отчаяние, или, правда, человек самоуверенный. И она говорит, ну, приезжайте завтра, у меня будет репетиция, новогодняя съемка. Я вам даю 3 минуты, покажете, что вы можете. Я говорю, ну, я постараюсь. Она, что значит постараюсь? Я говорю, так я в Питере. А вы в Питере? Ну, не знаю. И я на самолете утром прилетел, в 12 часов она меня посмотрела. На пустой зал я выступил. И все, кто были в пустом зале, артисты там, все встали, поаплодировали. И она говорит, вы сегодня снимаетесь. Анекдот, переходящий в тост. Собака выходит на улицу и видит огромный... И надо шутить постоянно. Дай бог здоровья, они молодцы, не справляются, потому что, как еще Софья Чацкому говорила, да, в горе от ума. Шутить и век шутить, как вас на это хватит. Их хватает. Ну, а когда идет большой, извините, навал всего, то там, естественно, может быть что-то и не все стопроцентное. Ну, молодцы просто, мне нравится. Я, честно говоря, мне этот юмор близок. Просто я думаю, если бы я был там, я бы был просто одним из них, это было бы... Ну, я бы и там справился, я думаю. Просто, еще, знаете, ну, они по возрасту дети, а я уже по возрасту отец. Перепелочка моя, это я твой перепел. Слушай, один раз перепел, ты мне будешь весь год это вспоминать. Ну и празднуй сама, трезвая. Все, давай. Что за бабы пошли, не с кем вообще Новый год встретить, ты видал? Алло. Бельчонок, ты? Ты, Петрович? Там было, какую часть тела должна увеличить женщина, чтобы понравиться вам лично. Я ответил мозг. Почему? Ну, потому что, если человек умный, да, неважно, мужчина это или женщина, он все равно себя правильно позиционирует и правильно подает. Обратите внимание, есть женщины, у которых вот внешние данные такие, ну, скажем, да, не экстра, да. Но она себя так может подать, она такая естественная, органичная. И есть женщина, ну, с виду скажешь, ну, да, ну, да, но она пять или шесть раз была замужем, и все разы удачно, понимаете. А есть женщина, которая вот не может себя вот преподнести, да. А преподносит себя очень человек, ну, скажем так. Понятно. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»